В начале июня в Москве прошел финал весеннего этапа Всероссийского проекта Медиашколы Российского движения школьников. В этом году для участия в проекте было подано около 15 тысяч заявок от ребят со всей страны. В финале встретились около 200 юных журналистов и блогеры, победители из 35 регионов России. Среди них была и наша землячка, ученица 18-й школы Черкесской Амира Шен. Она заняла второе место в номинации «Лучший видеокорреспондент». Амира, скажи, пожалуйста, как пришло желание принять участие в этом конкурсе? С чего все началось? Я просто очень люблю сниматься, поэтому я уговорила маму, чтобы она меня записала на форум и отправила одну из моих сюжетов. И поэтому я туда поехала. Ты послала на форум клип, который занял второе место. А скажи, как долго ты над ним работала и помогал ли тебе кто-нибудь? Или это все сделано только тобой? Сначала я сделала все сама, но потом меня мама дедактировала. А долго работала? Не очень. Ну, сколько? Ну, сначала маме предложила на Первомайскую поехать, потом мама предложила на Зеленый остров поехать. Но все-таки мы решили на Первомайскую поехать. Ну, а вопросы все этот текст ты сама придумывала? Да, я это все сама придумывала, потом меня мама тоже отредактировала. Амира, а почему именно тема безопасности дорожного движения? Ты же могла выбрать любую другую? Ну, потому что у меня такого сюжета еще не было. И поэтому есть еще те люди, которые еще не знают те правила. Поэтому я хотела поделиться этими знаниями с другими людьми. Ну, ты сказала, что не было. А над какими темами ты работала? Я работала на тему санитарных правил, я работала на тему, это был мой второй сюжет. Первый у меня был сюжет санитарных правил в школе. Я объясняла детям, как надо себя вести в школе и объясняла, какие есть санитарные правила. У нас есть возможность посмотреть этот клип, давайте мы это и сделаем. Да, Амира? Привет, ребята! Выходя на улицу, вы каждый раз становитесь участниками дорожного движения. Поэтому вы обязаны знать и строго соблюдать правила дорожного движения. Только так мы можем защитить себя от опасности на дороге. Уйди с дороги, не видишь машины? Вот видите, даже стоя на тротуаре, надо быть на чеку. Кстати, грубость на дороге недопустима. Ведь вежливое и доброжелательное общение участников дорожного движения тоже является частью правил безопасности. А сейчас давайте с вами познакомимся с историей самого главного помощника пешеходов и автомобилистов. Светофора. День светофора во всем мире отмечают 5 августа. Именно в этот день, в 1914 году, был установлен самый первый электрический светофор. Правда, он был двухцветный. Однако, сама идея регулировать дорожное движение с помощью светофора появилась намного раньше. Прототипами современных светофоров были семафорные стрелки. Ими приходилось управлять вручную. А сигналы подавались только в темное время суток с помощью газовых фонариков. В Советском Союзе первый автоматический трехцветный светофор появился 15 января в 1930 году в Ленинграде. А через 15 дней в Москве. Ну что ж, с историей мы познакомились. А теперь давайте спросим, знают ли ребята нашей республики, что означает сигнал светофора. Ребята, вы знаете, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу? На зеленый. На зеленый. Можно ли переходить на желтый сигнал светофора? Нельзя. А на красный? Нельзя. А на какой тогда можно? На зеленый. А ты знаешь, где можно переходить дорогу? Да. Дорогу можно переходить только на пешеходе и на светофоре, где есть специальные знаки. И нельзя переходить дорогу, где нет светофоров и знаков. Это опасно. Какие ты знаешь сигналы светофора? Красный, желтый, зеленый. А на какой из них можно переходить дорогу? Зеленый. Ого, оказывается, все дети отлично знают, что означают сигналы светофора. А вот интересно, применяют ли они эти знания на практике? Без меня этот мальчик не справится. Пойду помогу. Ребята, важно помнить, что даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем вступить на дорогу, следует внимательно посмотреть по сторонам и убедиться, что все машины остановились. На самом деле, переходить дорогу там, где есть светофор, очень легко. А для того, чтобы правильно и безопасно перейти дорогу там, где его нет, надо знать несколько правил. Для начала надо найти участок, где разрешено переходить дорогу. Эти места обозначаются специальным знаком и разметкой в виде полосок. Но прежде чем переходить дорогу на пешеходном переходе, то есть на земле, нужно сначала посмотреть влево. Дойти до разделительной полосы, посмотреть вправо, убедиться, что нет машин и переходить дальше. Нельзя играть рядом с проезжей частью. Нельзя выбегать на дорогу и выскакивать из-за стоящих на обочине машин, не убедившись, что дорога безопасна. Пешеходы должны ходить по тротуару. Однако, если его нет, то можно идти по краю проезжей части, навстречу транспорту. Так вы будете видеть все приближающиеся машины. Как хорошо, что в нашей республике уделяют особое внимание облучению детей правилам безопасного поведения на дороге. На светофоре классный цвет, опасен путь, дологи нет. А если золотый цвет горит, он приготовьтесь, говорит, зеленый вспыхнул впереди. Свободен путь, переходи! Теперь учить эти правила можно с помощью специального мобильного автогородка. А игровая форма обучения дарит не только пользу от новых знаний, но и удовольствие от игры. Ну вот, ребята, мы с вами и вспомнили все основные правила безопасности на дороге. А сейчас я хочу обратиться к родителям. Вы всегда являетесь для нас примером. Мы стараемся быть похожими на вас и повторяем все ваши действия. Поэтому очень важно, чтобы и вы строго следовали правилам дорожного движения. Амира, скажи, а вот когда ты узнала, что ты вошла в число финалистов, которые будут принимать участие в Москве, какие эмоции испытала? Я прыгала, смеялась и, если честно, от радости даже кричала, пищала. Скажи, а какие самые запоминающиеся мероприятия были в Москве? Где вы были? Проходили ли у вас какие-то мастер-классы? И чему ты научилась, самое главное? Сначала мы приехали, потом мы пошли на открытие. На следующий день сказали, что некоторые группы едут на Рутуб, на ВДНХ, а те, которые остались, которых не было ни в одной группе, те остаются и будут участвовать в мастер-классах. Мастер-классы были Рутуб, как себя вести перед камерой, что делать перед камерой, какого роста, если ты новости рассказываешь, что оба, если один, то прям сидеть, если двое, то они должны быть одного роста. Камера общая есть и боковая. Были блогеры, Белка была. Белка рассказывала свои истории, и там практически все-все снимали. Я не исключение. Ну и что ты снимала, расскажи? Я снимала, как Белка рассказывала, как она сначала продвигалась. То есть там была ведущая, и она спрашивала у нее, как у нее проходило, как она набрала своих подписчиков. И она тоже ведет в Телеграм Ардыша, она тоже ведет уроки. Сначала мы поехали на ВДНХ на следующий день, потом мы обходили все палаточки и участвовали во всех соревнованиях. Мне там даже грим сделали. Ардыша и Флакроси. Потом мы еще устали. Потом через несколько минут мы поехали еще в университет Синергия. Там у нас тоже мастер-классы были. Там как снять отпечаток пальца, как расследовать, как составить фоторобот. Вот самое главное, чему ты там научилась? Вот самый главный урок, который я туда вынесла, чему ты там научилась? Я научилась нести сеансы перед камерой, я научилась быть веселой. Я научилась не бояться камеры и не бояться самой себя. Что бы ты посоветовала тем, кто хочет принять, по твоему примеру, участие в медиафоруме? Я советую не бояться, потому что там будет весело, там будут очень много шуток, там можно делать все. То есть, когда тебя объясняют, ты можешь встать и чуть-чуть пофотографировать и снять все на видео. Эмирочка, поделись с вами планами на ближайшее будущее. Чего ты хочешь, о чем мечтаешь? Я собираюсь заниматься журналистом, я хочу стать журналистом. Это моя цель, даже больше мечта. Я хочу снимать такие же гениальные, такие же хорошие сюжеты, как моя мама, потому что моя мама из Архиза 24 снимает самые лучшие сюжеты. Я каждый день смотрю мамин новые передачи и удивляюсь, как она хорошо все объясняет, как она хорошо все продумала. Скорее всего, так оно и будет. Амира – очень целеустремленный человек. Совсем скоро она, как финалист медиашколы, вместе с другими победителями поедет отдыхать в Донбай. Но место отдыха планирует и дальше работать – снимать новый ролик, чтобы принять участие уже в осенней медиабитве и снова занять призовое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова